В селе Ефремкино Ширинского района в эти выходные принимали гостей. Здесь прошли сразу два мероприятия. Это гастрономический фестиваль «Золотое блюдце и мясо» и научная конференция. О чем говорили и что готовили, расскажем прямо сейчас. Талган, Айран и Челбах. Все эти хакасские блюда были на столах участников второго гастрономического фестиваля. Рецепты передаются из поколения в поколение, но одно остается неизменным. Это наличие мяса. Блюдо курдюк сделали. Он три посоленный, с коксала, сваренный, обваленный в чесноке с этим перцем. И приготовленный в остром маринаде, запеченный в духовке. И приготовила еще баранью печень, замотанная во внутренний жир в сетку. Кто-то знает национальную кухню с детства, кто-то знакомится с ней в течение жизни. Елена научилась готовить хакасские блюда после замужества. И сегодня уже не представляет, как без них накрыть стол. Так как у нас сейчас лето, мы готовим все блюда из баранины. Хакассы конину готовили только на зиму. И вот у нас кровь, кровяная колбаса из баранины. Хакасские национальные блюда вы сами научились готовить, да? Ну, я жила с мужем и в течение совместной жизни научилась. А талган умеете делать? Да, вот это я сделала. По традиции, чтобы задобрить духов, нужно провести несколько обрядов. Это сек-сек и кормление огня. К слову, дождь, который сопровождал мероприятие, с самого начала сразу прекратился. И как здесь не поверить в мистические силы хакасской земли? Хакасские традиции уже давно перестали быть просто народным творчеством. Сегодня это целый раздел науки. Поэтому здесь же, в рамках форума «Содружество», провели научно-практическую конференцию, посвященную культурному развитию сельских территорий. Для участия в ней, в Ширинский район, приехали и гости из других регионов. Эти места здесь начало и сибирской, российской археологии, и начало многим удивительным событиям, процессам, которые происходили и происходят сейчас. Место, где многие люди считают местом сакральной силы, стремятся сюда приехать не только из России, но и из-за рубежа. Подводя итоги дня, организаторы решили, что у такого праздника должно быть продолжение. Поэтому у желающих посоревноваться в приготовлении национальных блюд есть ровно год, чтобы отточить свои навыки и приготовить самый лучший толхан. Маленький фестиваль, но хорошие люди. Я много где побывал, там, в России. Есть русская душа, а здесь я нашел русскую душу. Александр Дьяконов, Наталья Тахтаракова, Дмитрий Симонов. Вести Хакасия. Пока-ся.